Здравствуйте! Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. И сегодня в центре внимания вопросы лесного хозяйства Гомельской области. Знакомьтесь с гостем студии и присоединяйтесь к разговору. Сергей Александрович Тарасов. Главный лесничек Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения. Родился в городе Калинкович Гомельской области в 1978 году. Окончил Белорусский государственный технологический университет по специальности лесное хозяйство. Трудовую деятельность начал в 2001 году инженером лесных культур в Мозорском опытном лесхозе. До 2017 года прошел по ступенькам карьерной лестницы от инженера лесного хозяйства второй категории и заместителя начальника отдела лесного хозяйства до начальника отдела и главного лесничего Мозорского опытного лесхоза. С 2017 года главный лесничек Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения. Вопросы Сергею Тарасову вы можете задать, позвонив по телефону в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте. Сергей Александрович, в Беларуси пожароопасный сезон, сухая погода, отсутствие осадков, порывистый ветер и запрет на посещение лесов, если я не ошибаюсь, в Гомельской области был объявлен еще в начале апреля. Расскажите, пожалуйста, поделитесь оперативной информацией, насколько большие территории лесных угодий пострадали от пожаров? Действительно, в этом году очень сложная пожароопасная обстановка складывается в лесах. На сегодняшний день запреты на посещение лесов действуют у нас во всей области, за исключением Октябрьского района. На сегодняшний день в лесном фонде произошло в нашей области 122 лесных пожара площадью около 2000 гектаров. Это очень большие цифры, это очень большие площади. Практически ежедневно мы регистрируем лесные пожары. Ситуация очень сложная ввиду таких сложных погодных условий. Но вроде и ветер стих, вроде и дождики прошли. Неужели не улучшилась ситуация? К сожалению, нет. Ночные заморозки, сильный достаточно ветер, дневные часы, ставят крест на всех дождях, которые проходили, и обстановка в лесах не улучшается. Октябрьский район – это исключение. Там больше дождей прошло или меньше лесов, или граждане более дисциплинированно в лес не ходят и не случается пожаров? Да, все просто. Там прошли обильные осадки, но по прогнозу, если в ближайшие 2-3 дня осадков там не будет, возможно, будут введены тоже запреты. Сергей Александрович, но это как и во всей Белоруссии, или Гомельщина – особенная область? И раньше всех у нас начался этот пожароопасный сезон? Здесь можно отметить, что ежегодно наши южные регионы – это Гомельская область, это Брестская область. Мы раньше начинаем пожароопасный период, и у нас сталкиваемся с этими весенними пожарами практически каждый год так происходит. И каждый год так рано? По-разному. Сергей Александрович, ну вот в оперативной информации по Белоруссии было отмечено, что в 71 районе Белоруссии пожароопасная обстановка и запрет на посещение лесов. Действительно так? Это практически вся Белорусь, наверное, исключая Витебскую область? Да, совершенно верно. Сергей Александрович, ну вот в других странах есть опыт, когда пожары лесные тушат не работники леса, а специальные службы. Ну, возможно, специалисты вроде наших МЧСовцев. Скажите, насколько это правильно, и может быть, нам перенимать этот опыт? Интересный вопрос. Ну, отвечу так, что действительно есть различная практика. Можно сравнить там, ту же Германию взять, где пожарные дружины, профессиональные пожарные, в основном находятся, которые занимаются тушением лесных пожаров. Это в больших городах, на местах, в маленьких населенных пунктах. Там развиты добровольные пожарные дружины, которые государство оснащает. Пример Польши, которая рядом с нами граничит. У них есть отдельная служба, которая занимается тушением лесных пожаров. Хоть при этом те же самые лесники, лесная охрана, она не остается в стороне. Есть различные примеры. Российская Федерация, Украина. Но лесные пожары, они все-таки имеют свою определенную специфику. Это и доступность к этим пожарам, это площади, на которых они могут быть распространены. Это, ну, знание местности здесь тоже является обязательным. Ну, и я отмечу так, что каких-то радикальных мер принимать здесь, на мой взгляд, не стоит. У нас определено, кто должен заниматься тушением лесных пожаров. При этом, при тушении лесных пожаров, мы же не остаемся одни. С нами рядом всегда находятся практически сотрудники МЧС. Эта работа у нас проводится совместно. Поэтому я считаю, что, в принципе, та система, которая у нас действует по тушению лесных пожаров, она достаточно эффективна. В целом, пожары там, где есть леса, там и есть лесные пожары. И какого-то рецепта одного, это правильно, это неправильно, его нет. И, наверное, я так понимаю, что те люди, которые работают с лесом, вот они наверняка лучше знают, да, как им оперативнее выявить возгорание, как им лучше потушить. И, опять же, вы сказали, знание местности – это очень-очень важно. Это же не открытое пространство, да, где даже дилетант может разобраться в ситуации. А лес – серьезно, наука. Наши коллеги интересовались, насколько своевременные меры для выявления и тушения лесных пожаров принимают лесоводы, и какие необходимые навыки и техника у них для этого есть. Гомельский опытный лесхоз – это территория в более чем 113 тысяч гектаров. По результатам прошлого года он признан лучшим в Беларуси. Однако останавливаться на достигнутом здесь явно не собираются, и говорят о желании увеличивать объемы и качество продукции. Правда, для этого нужно сохранить лесной фонд, в том числе от пожаров. К сожалению, случаи, когда люди не соблюдают элементарное правило безопасности, все еще не исключение. Уговоры и официальные предупреждения помогают мало. Пришлось перейти к более радикальным мерам. Мы сейчас перешли на то, что даем больше штрафы, чем раньше. Раньше мы касались предупреждения, но сильно это влияние не оказывает, поэтому один из выходов – это увеличение штрафов. Взять 19-е, начало 20-го года идет тенденция к уменьшению, но все равно есть люди, которые нарушают. Это раньше лесник залезал на вышку и с биноклем в руках мониторил ситуацию. Сегодня все по-другому. На 30-35-метровых вышках установлены камеры, которые видят на расстоянии до 40 километров. В принципе, с их помощью нарушителя можно выявить еще до того, как он покинет лесной массив. Камера замечает малейшие дымовые точки. Даже если в домах идет просто дым из трубы, даже если небольшой костер, но дым поднимается вверх, то дымовые точки все камеры сфиксируют. Можем открыть любую камеру и посмотреть, где это произошла сработка. И приблизить, увеличить, направить и узнать полностью градус, где находится дымовая точка. Вот мы здесь тоже наблюдаем. При приближении оно достаточно будет видно хорошо, что здесь поднимается небольшой дым. Вот это пятнышко. В эти дни ситуация уже не такая пожароопасная, какой она была еще дней 10 назад. Что не исключает необходимости быть в постоянной готовности. Пожарно-химическая служба Гомельского опытного лесхоза не исключение. Тем более, что существующая техника позволяет работать на любой территории. Тот же гусеничный тягач незаменим на заболоченной местности. Кстати, это легендарная машина. Ее переделали из воевавшей в Афганистане боевой машины пехоты. На броне до сих пор можно увидеть следы от пуль. Практически нет недоступных участков и для полноприводных МАЗов. При этом вся техника заправлена водой для тушения пожаров. Эти машины у нас МАЗ-54-34. Они сделаны на основе двух ведущих мостов. Естественно, они везут с собой достаточное количество воды. Условность прохождения – это все-таки вездеходы. Передний и задний мост – это не ездить по асфальту, а ездить чисто по грунтовым, болотистым, заполоченным местам. Дорогие друзья, Сергей Тарасов, главный лесничий Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения сегодня у нас в гостях. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы в прямом эфире, пишите в Вайбер. Номера вы видите на экранах. Сергей Александрович, пожары возникают от возгораний непосредственно в лесах или по другим причинам? Возможно, это сельскохозяйственные палы, возможно, это какие-то возгорания возле дачных участков, кооперативов. Пожалуйста. Различные причины. Мы всегда говорим, что больше 90% пожаров происходят по вине человека. На самом деле, в весенний период почему столько пожаров имеем? Выжигание сухой растительности происходит, брошенная спичка, непотушенный окурок зачастую приводят к моментальному распространению огня. Есть, конечно, случаи, когда и падение дерева на линию электропередач происходит, трансграничные пожары у нас в этот период тоже достаточно сильно, скажем так, беспокоят. То есть это с украинской территории каким-то образом? Для примера, вот буквально в пятницу у нас был переход пожара, достаточно крупного, на Равлянском районе на территорию нашего лесного фонда. В результате пожар площадью 35 гектар, пришлось даже привлекать авиацию МЧС для тушения этого пожара. Ну, достаточно серьезные есть ситуации. Скажите, вот говорили о том, что иногда даже не спичка, а кусок стекла может стать причиной пожара. Это действительно так или это все-таки преувеличение? Действительно, бывают такие случаи, пусть они не частые. Осколок, брошенный в лесу или где-то в полях, где есть сухая трава, да? Сработал как линза. Возможно, да. Возможно, и такое. Может быть, тогда стоит, коль вы говорите, что основная причина пожара – это человек, верно? Да. Может быть, тогда стоит как-то ужесточить ответственность? Вот какое наказание ждет тех, кто умышленно или не умышленно? Или есть, ну, скажем так, вопрос, а как найти того человека, который это совершил? У нас ответственность предусмотрена административным кодексом. Если виновник пожара произошел лесной пожар, при этом не причинен ущерб, скажем так, насаждению, в этом случае ответственность предусмотрена до 25 базовых величин. Если этот пожар причинил какой-то ущерб, вред, лесу нанес, в этом случае размер штрафа увеличивается до 50 базовых величин. Плюс гражданину этому будет предъявлена и сумма этого ущерба. То есть суммы могут быть достаточно... Гораздо больше, чем... Очень серьезные, да. Гораздо больше, чем штраф. Вы знаете, есть еще, ну, просто в тему вопрос в Вайбер. Введен запрет на посещение лесов. Что делать, если дорога к даче ведет через лес, пишет Андрей? В этих случаях эти подъездные пути, они исключаются. И доступ к населенным пунктам, в том числе и дачным кооперативам, он допускается, он разрешен. Но наверняка стоит призвать граждан к более серьезному подходу. Если вы едете, понятно, никакого курения, да, и в окошко окурки не бросаем. Спички также и мусор в том числе. Соблюдаем правила пожарной безопасности в лесу. И еще. Если в районе запрет на посещение лесов не введен, могу ли я выехать на природу, разжечь косер и так далее, Зинаида? С соблюдением всех тоже требований пожарной безопасности. То есть у вас должны быть первичные средства пожаротушения, вы должны принять меры для того, чтобы огонь из вашего, скажем так, места, где вы будете его разводить, там, барбекю или что-нибудь еще, он не распространился за пределы вашего, скажем так, места отдыха. Ну, опять повторимся, что в нашей области выехать в лес с желанием погулять и, возможно, разжечь костер с соблюдением всех правил пожарной безопасности можно только в Октябрьском районе. Все верно. Только в Октябрьском районе. Сергей Александрович, есть у нас телефонный звонок, давайте приветствовать телезрителя. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я Мария Самусева, житель города Гомелин, самая родом из Брагинского района, у меня там проживают родственники, знакомые. Вот меня волнует такой вопрос, там говорят, а хочется слышать это от главного лесничья, что там происходит. Пожары в Чернобыльских лесах, как сказать, на той зоне, и что они уже как бы на большой площади, и уже такие слухи. И Комарин там задыхается как бы от дыма. Что там на самом деле происходит? А то слухами, знаете, слухи слухами, а хочется слышать это от Сергея Александровича, что там происходит. Мария, спасибо за вопрос. А когда родственники звонили? А вот на днях как-то, что вот там задымленность была большая, именно в Комарине. Спасибо за вопрос. Сергей Александрович, пожалуйста, есть ли ответ? Значит, ну действительно, на украинской территории уже на протяжении, ну достаточно, ну, наверное, больше недели даже происходят пожары, в том числе, которые ограничены, рядом с нашей границей находятся. Действительно, правильно телезритель отметил, это Брагинский, Наравлянский район, которые, вот эти районы, которые граничат с нами. Украинская сторона, конечно, они с этими пожарами борются, но еще и на сегодняшний день очаги возгораний там сохраняются. То есть задымленность в Комарине действительно, возможно, есть? Конечно, все зависит от направления ветра, но вместе с тем это все возможно, да. Это пожары эти есть и на сегодняшний день они есть. Сергей Александрович, но тушение пожаров на украинской территории – это удел украинских лесников и украинских служб. Не бывает такого, что просят подмоги? Ну, все-таки это разные государства, есть граница, и переход через границу даже с определенными процедурами связан. Нет, они самостоятельные. Но наши работники леса, наверное, следят за тем, чтобы белорусская сторона, белорусские леса не пострадали. Конечно, мы тоже об этих вспышках всех знаем. Есть специализированные сайты, карты, это спутник, мониторинг, нам все отслеживается. У нас есть тоже, мы располагаем это информацией, и где возникает угроза перехода на нашу территорию, мы принимаем соответствующие меры. Сергей Александрович, ну, буду настойчивой. Есть ли вероятность, что в ближайшее время эти очаги, ну, погасят в Украине? Я отмечу, что их уже на сегодняшний день стало достаточно меньше. То есть, возгорание там уже, площадь возгорания, они уже сократились. Знаете, наверное, давайте еще все вместе призовем дождь. Это правда, эту ситуацию бы значительно улучшило. Сергей Александрович, расскажите, пожалуйста, о наших лесах. Вот если быть точными, какие площади в Гомельской области занимает лес? И можете даже на примере районов назовите, какие районы у нас самые лесистые? В целом скажу, что Гомельская область самая лесная область нашей республики. 2 миллиона 300 гектар лесов. В нашей области, для примера, в республике 9,5 миллионов гектар. По лесистости, также наша область самая лесистая область, около 47 процентов. По республике на чуть меньше 40 процентов. Что касается районов, наиболее лесные у нас районы, это Лельчицкий, Нараблянский, где лесистая составляет около 70 процентов. Самые малолесные – это Будокошелевский, Добружский. Ну и очень районов много, скажем так, средних, в которых 50-60 процентов. Мозырь, Калинка и Черечица, можно многие перечислять. В целом мы очень богаты лесами. На каждого жителя у нас 1,3 гектара лесов. Больше 230 метров кубической древесины. Лес на увеличении есть. Ну, по вашему веселому взгляду, я понимаю, что у нас с лесом все хорошо. Это богатство наше. Сергей Александрович, есть у нас телефонный звонок. Давайте слушать телезрителя. Здравствуйте. 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 Я бы хотел задать вопрос такой. Есть такая деревня Круки в Светлогорском районе. Раньше когда-то старики жили, засевалось это все поле рядом с лесом. Но я писал на горячую линию, мне ответили, связи с неплодородностью земли, отдали этот участок ГЛХУ. И он сейчас пустует, то есть полностью весь в траве. Не дай бог, если кто-то, спичку или кто-то там будет, там лес по кругу и деревня вся, ни одна пожарная не спасет. Скажите, как к вам обращаться? Леонид Иванович. Леонид Иванович, спасибо за вопрос. Сергей Александрович, вопрос понятен? Вопрос понятен. Я попрошу, мы возьмем этот вопрос на заметку. В целом отмечу, что работа по приемке земель в лесной фонд, она проводится у нас ежегодно. Мы за прошлый год приняли более 2000 гектаров таких, скажем так, земель, которые на сегодняшний день вовлекаются и были увеличены в лесохозяйственный оборот. В том числе эта работа у нас проводится планомерно и по Светлогорскому району. Мы этот участок возьмем на контроль, отметим. Конечно, меры мы примем. Я не могу обещать, что это весной, потому что у нас сезон уже закончен. В лесокультурный в осенний период, в весенний. Посмотрим, в какой период принимались эти земли. Конечно, обязательно мы там сделаем посадку и вовлечем в лесохозяйственный оборот эти земли. Ну, у нас номера телефонов сохраняются и фамилии звонящих записываются. Поэтому вы можете взять, конечно, все данные, согласовать с человеком или поставить хотя бы его в известность, ну, обсудить, возможно, подробности. Сергей Александрович, ну, вот как, кстати, меняется породный состав лесов и возрастная структура лесов? Отмечу, что вот породный состав, возрастная структура – это те показатели, которые меняются очень, скажем так, не резко, не быстро. Они меняются плавно. Последние годы наша возрастная структура, она претерпевает изменения. Что касается, ну, у нас выделяют, скажем так, молодняки, средневозрастные насаждения, приспевающие, спелые. Структура не оптимальная. Молодняков у нас порядка – это 22%, средневозрастных – около 40% лесов. Сергей Александрович, можно? Молодняк – это сколько лет? Это насаждение до 20 лет. До 20? С 20 до? 20-40 – это молодняки, тоже молодняки. Дальше идут 20-летний период – это средневозрастные насаждения. 40-60 – это средневозрастные. 60-80, я для сосны говорю, для породы сосна, она спелая считается у нас в эксплуатационных лесах 80 лет. 60-80 – приспевающие, а дальше это спелые леса считается. У нас спелых лесов примерно 17%, приспевающих 23% постепенно. и закономерно у нас объемы плановых рубок, спелых лесов, они увеличиваются. Есть немножко структура не оптимальна. Конечно, в идеале она должна, что ежегодно в течение тех же 80 лет мы должны приходить на один и тот же объем с рубками, на один и тот же объем с лесовосстановления. То есть все должно возобновляться, верно? Если вырубили, значит, столько же должны посадить. Но послевоенные годы, посадки и лесопользование в разные годы, и послевоенный период, оно велось разной интенсивностью, и у нас сейчас структура возрастная, она не оптимальна. Хотя все наши документы, они нацелены на то, проекты, по которым мы работаем, на ее выравнивание. Что касается породной структуры, примерно 60% у нас насаждений – это сосна, 20% – это береза, порядка 10% – это ольха черная, 7% – дуба, остальное – это различные породы, ель, осина и так далее. Структура тоже породная, она изменяется совсем незначительно, наверное, это и хорошо. Есть у нас телефонный звонок еще один. Здравствуйте, мы вас приветствуем. Алло, в чем заключается ваш вопрос? Пожалуйста, говорите. Мой вопрос такой. Можно ли в Добрский район через лес проехать к водоему для лобли рыбы? Вы расслышали вопрос? Движение к водоему для лобли рыбы, я так понимаю. Пожалуйста, повторите, еще не очень слышно было. Можно ли проехать на велосипеде через лес к водоему для лобли рыбы? Спасибо. Вопрос понятен. Благодарим вас. Отвечу так, что если это дороги какого-то общего пользования, то, конечно же, можно перемещаться. Но если это какие-то подъезды лесные, тропы, конечно, действует запрет на посещение лесу. В этом случае нельзя. Итак, по дороге общего пользования едем, по просеке не идем и тропинкой не пробираемся, верно? То есть любой пост может остановить, лесник может обнаружить человека, идущего на рыбалку и, собственно, сделать замечание и штраф предложить заплатить, верно? Да. Тем более в этом году столкнулись с очень большими, скажем так, пожарами, которые в насаждениях, которые или в насаждениях, даже в кустарниках, зарослях, которые расположены именно в поймах рек. Это тоже большая проблема. Эти пожары ежегодно мы с ними сталкиваемся. Ну и причина основная, конечно, это люди, которые посещают эти места. Ну, вот видите, вредные привычки, ну, курение в данном случае наверняка, да, сложно удержаться, не закурить сигарету, вываживая рыбку-то. Да, спасибо за ответ, Сергей Александрович. Ну вот в апреле, я о приятном хочу поговорить, в апреле завершилась акция ежегодная, если я не ошибаюсь, 11 лет уже она проводится или даже больше. Я имею в виду «Неделя леса». В 13-й раз проводили эту акцию. В этом году она была приурочена к году Малой Родины и посвящена 75-летию Великой Победы. Скажите, как много жителей нашего региона приняли участие в акции и как много лесов было посажено? В течение недели, с 28 марта по 4 апреля, проводили мы эту акцию традиционную. Участие приняло у нас чуть больше 10 тысяч человек. Ну, достаточно много. За эту неделю было посажено чуть больше 3 тысяч гектар лесов. Достаточно большая цифра. Это примерно 15, ну, грубо, 15 миллионов сеянцев было высажено. В целом скажу, что по окончании лесокультурного периода за эту неделю чуть больше 20% объема нашего лесовосстановления было сделано. Это очень большие цифры. Акция прошла неплохо. Сергей Александрович, что садили и где садили? Что вы доверили волонтерам? Какие породы деревья садили? Традиционно мы садим основные наши лесообразующие породы. Это сосна, это береза, это дуб. Ну, сам процесс посадки, он достаточно прост. Достаточно буквально 5 минут показать, научить любого человека. Значит, мы не требуем каких-то объемов, какой-то гонки. Просто качественно посадить свое дерево. Не надо их много посадить, надо просто сделать это ответственно, добросовестно. И потом смотреть на леса, которые, твои леса, которые тебя будут радовать. Ну, и еще коротко, где садили? То есть не нужно было, например, из Наравлянского района ехать в Гомельский, чтобы посадить лес, верно? Конечно. В каждом практически районе есть лесхозы, на базе которых эта работа была организована. В каждом районе эта акция проводилась. Сергей Алексеевич, слушаем очередной вопрос телезрителя. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, мы вас приветствуем. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, еще раз. Сергей Александрович, еще можно поговорить? Конечно. Вопрос есть такой. Вопрос касается по перспективе рабочих мест, людям, окончившие лесное хозяйство. филиал БГТУ. Так, ну что вы хотите спросить? Как устроиться на работу? Ну, есть ли свободные места по лесному хозяйству для людей, которые хотели лесное хозяйство филиала БГТУ? Вопрос понятен, Сергей Александрович? Вопрос понятен. Спасибо. Конечно, обращайтесь по месту жительства или по месту, куда вы хотите устроиться на работу. Значит, я так отмечу примерно, что где более крупные населенные пункты, у нас достаточно укомплектованные штаты, где районы более сельские населенные пункты. У нас достаточно вакансий, я так сходу не отвечу, но в целом есть же динамика, есть мы на заметку, по крайней мере, людей берем всех. И если места какие-то освобождаются, конечно же, мы предложим место работы. Ну, а если человек в городе живет, то куда ему обращаться? Значит, исходя из образования, ну, человек, ну, наша работа, можно сказать так, она не совсем городская. То есть... Нет, я имею в виду, в какой офис, ну, если он живет в Брагинском районе, это одна история, понятно, в Брагинский лесхоз. А если в Гомеле? В Гомельский лесхоз. В Гомельский лесхоз. Конечно. Спасибо. Помимо посадки, чем занимались добровольцы, волонтеры во время недели леса? Или это исключительно посадка деревьев? Основной, конечно, акцент – это посадка деревьев. Вместе с тем мы занимались и наведением порядка вдоль дорог, это уборка мусора, это уборка захлабленности. Наводили порядки на своих усадьбах, на местах отдыха. Мы уделили внимание и воинским захоронениям, которые находятся в лесу. Тоже провели, скажем так, свой субботник и вместе в Светлогорском районе, в районе деревни Алла, где строится мемориальный комплекс. На месте сожженной деревни Алла, верно? Дорогие друзья, для чего вы ходите в лес? Такой вопрос наши коллеги задавали прохожим на улице. И вот какие ответы получили. За грибами хожу, за ягодами. Я живу на даче, у меня рядышком лес. Давно не хожу. Ну, если ягоды есть, вот тогда и хожу. Вот, прошлое вообще, там не до этого было. Как с какой-то, ну, по грибы съездить и всего. На шашлык обычно, ну, выехать с детьми, с родственниками леса, для этого посещаю. А так, за грибами не езжу. За грибами в основном. С целью сбора грибов, ягод. Ну, и для внутреннего духовного равновесия. Подышать воздухом, посмотреть на красивые места, на деревья, на цветочки. В последний раз лес посещали, когда грибы собирали. Вот, ну, и так для отдыха. Лес я не посещаю, потому что боюсь клещей. В нашей юности их вообще не было. С вертолета посыпали. И нигде мы жили в деревне, никогда не видели, никогда никому ни одного клеща не упивалось. Никогда. Случаев даже таких не было. А последнее время, вот, я этого боюсь. И поэтому не посещаю лес. Свежим воздухом подышать, в основном для этого. Погулять. А грибы, ягоды? Не, не собираю. Ну, сейчас дешевле пойти в магазин купить, чем собирать. Это только если кому-то удовольствие, это, наверное, приносит. Только ради этого. Мы продолжаем разговор, Сергей Александрович. Вот так получается, что немного времени до финала. И остальные вопросы у нас в режиме БЛИЦ пойдут. Поэтому будьте готовы. Всегда готовы. Должны отвечать вы. Сергей Александрович, по вашим наблюдениям, насколько бережно, вот люди любят ходить в лес, насколько бережно они относятся к лесным насаждениям, вообще к лесу? Ну, если о статистике сказать, о тех правонарушениях, которые мы выявляем, то статистика немножко, если за 2019 год у нас было более 800 граждан привлечено к ответственности, в 2018-м эта цифра была меньше. А, кстати, за какие провинности? Ну, опять же, отмечу, что около 30% это нарушение правил пожарной безопасности, посещение лесов запреты и так далее, разжигание костров. Ну, что отмечу, на мой взгляд, все-таки наше население, что касается обращения с отходом, с мусором, более дисциплинированно стало. А что касается выжигания растительности, соблюдения, опять же, тех правил пожарной безопасности, ну, здесь из года в год, ну... Наступаем на те же грабли. На те же грабли, наступаем. Я поняла. Хорошо. Помимо пожаров, с какими еще серьезными угрозами приходится сталкиваться лесоводам? Ну, человек – это важно, дисциплинированный человек должен быть, чтобы не возникало ни пожаров, ни мусора в лесу, ни вырубок, ни санкционированных, так? Пожары. А что еще? Вы сказали, как человек. Леса, как человек. Есть и болезни в лесах, есть и вредители, которые их повреждают. Это тот же караед, о котором, наверное, многие наслышаны. Но причина усыхания – это даже не караед, а вот климатические условия, которые последние годы меняются. Засуха, падение уровней грунтовых вод, караед – это уже последствия. Сосновые леса были ослаблены по этим причинам, и они стали легкой добычей, скажем так, для того же караеда, и поэтому он в больших количествах размножился и причиняет такие большие проблемы лесного хозяйства. Ну, что касается караеда, отмечу дальше, что в 2019 году у нас площадь поврежденная была 37 тысяч гектар, в 2018 году она была почти 56, то есть сократилась почти в полтора раза у нас караедное усыхание, так называемое. А что поспособствовало такому варианту развития событий? Конечно же, и санитарно-здоровительные мероприятия, которые мы проводили в лесах, и погодные условия, я думаю, поспособствовали сокращению его численности. В текущем году также мы проводим, вот только начали проводить феромонный мониторинг, это, скажем так, вывешивание ловушек, более 200 ловушек мы в лесах разместили, чтобы оценить динамику численности караеда в этом году, сколько его будет, оценить, будут возникать очаги или нет. Уже к концу мая мы будем уже какие-то предварительные результаты иметь. Но все-таки надеемся, что и в текущем году произойдет снижение караедного усыхания. Ну вот один из телезрителей, который звонил в редакцию, вот есть у нас такие активные телезрители, говорил следующее. «Верят лесники в то, что меняется климат?» Я говорю, ну, наверное, верят. Почему не пересматривают природный, породный состав лесов? Почему, если караед ест сосну, почему ее снова садим? Давайте садить березу, давайте садить дубы, ясень, осину и так далее. Кстати, вам такие звонки не поступают? Конечно, мы об этом и сами задумываемся, и знаем об этом все прекрасно. Но другой вопрос, что альтернативы, альтернативная порода нашей сосне, ее практически нет. Настолько универсальное дерево, которое может, ну, абсолютно в различных условиях, настолько бедных, в заболоченных условиях выживать и расти, что, ну, никакая другая порода в таких условиях развиваться не может. Какую-то породу привезти интродуцент из других стран, которая может причинить, ну, совсем негативный дать эффект здесь, в наших условиях, этого тоже делать нельзя. Об этом знают ученые, над этим работают, но работа направлена на то, чтобы вывести... Сосну, но устойчивую к караедам, чтобы он сломал свои зубы. Которая больше будет живицы содержать, с малопродуктивностью, которая будет больше. Вот эти задачи над которыми... Сергей Александрович, буквально три минуты у нас остается. Скажите, какова роль лесного хозяйства в экономике нашего региона? Ну, отмечу, что леса, конечно, это основные наши природные богатства, богатства нашей республики. Роль лесов выделяет вообще три роли лесов. То есть экологическую, экономическую, социальную роль. И в каждом этом направлении роль леса, конечно, очень велика. Экологическое мы прекрасно все понимаем, что это поглощение углекислого газа, пыли, это кислород, это влияние на гидрологический режим, на водный режим, на эрозию, сохранение почв от эрозии. Здесь влияние леса, конечно, очень великое. Экономическое. Это ресурс, который нам дает древесина для нашего, скажем так, для нашей экономики. Это ягоды, грибы, которые мы собираем. Ну, конечно, социальная составляющая очень большая. Только в нашем объединении более 7 тысяч работающих, плюс сколько работающих еще в смежных структурах, которые связаны с лесом, связаны с древесиной. Вот это роль лесов. Ну, а в целом, если отметить промышленную составляющую в нашей работе, ну, она в рамках региона, она, ну, невелика, порядка одного процента составляет. Ну, отмечу, что промышленность, это не основная наша задача. Это наша, скажем так, дополнительная возможность заработать какие-то средства. Основная наша задача – это выращивание лесов. Сергей Александрович, не могу не зачитать вопросы очень быстро. Куда идет древесина, поврежденная короедом? Как не ошибиться и не купить, например, бытовку из дерева, которую спилили на делянке по этой причине? Олег. Согласно того, какому качеству она соответствует, той же сортности, она в общий оборот и идет, это древесина вся. То есть можно использовать дерево, поврежденное короедом, для каких-то изделий из дерева? Короед повреждает, он поверхность под корой только повреждает древесину. Сама древесина, она сохраняет свои, все свойства и качества. Сергей Александрович, ну, к сожалению, уже и вопрос даже не смогу зачитать. Уже после программы вы ответите телезрителю. Ваше пожелание коллегам и телезрителям, ваша камера? Ну, опять же, хочу попросить обратиться ко всем гражданам. Соблюдайте правила безопасности в лесу, обращения с огнем. Берегите и уважайте наш лес. И я думаю, что лес отплатит вам своими дарами и своей красотой. Спасибо вам огромное за то, что нашли время. И интересно рассказали о лесе, о планах, о перспективах, ну и, конечно же, о насущных вопросах. Благодарю. Дорогие друзья, это был диалог с главным лесничьим у Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения Сергеем Тарасовым. Спасибо за внимание и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин